Протесты, обращения в Кабмин и Минрегионразвитие, а также убедительные по мнению местных доводы, не помогли. Района с центром в Арцизе не будет. Арцизский, Тарутинский, а также часть от Арбунарского, теперь часть нового укрупненного Болградского района. Мы ожидали, что правительство обратит на это внимание, обратит на те аргументы этих жителей. 25 тысяч подписей было собрано, но получили по сути отписки. Не услышали местных по части доступности райцентров. Чтобы решить те или иные проблемы, кому-то придется преодолеть 60, а кому-то и 150 километров по бездорожью, рассказывает экс-чиновник. Протестами решения Рады встречали и жители Лиманского района. Теперь же они присоединены к Одесскому. А вот, например, Березовке отстоять формирование удобного себе района удалось. Решение Рады, которое принято монобольшинством, называют поспешным и политически мотивированным. Мы все прекрасно понимаем, что укрупнение районов – это исключительно политический вопрос, который, скажем так, связан с местными выборами, потому что в рамках конституции районы существуют, изменить конституцию услуг, голосов не хватает, поэтому надо было районы сохранить, но как минимум в каком-то более узком формате. Логики не в шести районах, не в семи, не в десяти, логики такой понятной для обычного избирателя, с доступной медициной, с доступной услугой образовательной, социальной, ее нет, не существует на сегодняшний день. Не в космосе живем, понимаем, какие дороги, какое качество всевозможных услуг, поэтому здесь никакой целесообразности нет. Существуют опасения и по поводу несогласованности этого решения с рядом реформ. Как минимум мы получим коллапс управления на местах, потому что в первую очередь эта реформа не согласована с медицинской реформой, с судебной реформой. Например, в Альцизе уже создана опорная больница, уже есть межрайонный суд, что будет дальше после ликвидации судов, где будет центральный суд, какие полномочия будут администрации. Изначально планировалось, что это будет действительная реформа с изменением определенного уровня полномочий, с ликвидацией районных советов, созданием института префектов и многое другое, когда полномочия будут переданы на ОТГ. Так и на все это, извините, положили с прибором. Вызывают вопросы и источники финансирования, как и кем будут наполняться бюджеты, а также сама логика разделения на районы. Откуда будет бюджет формироваться? С налогов. Если с налогов, то, извините меня, в Березовском районе проживает 100 тысяч человек, а в Одесском миллион 300. То есть, получается, вы опять делаете перекос. Там налогов будет меньше, в Одесском районе налогов будет вот столько. Так и что, как территории будут развиваться? Я думаю, что в перспективе это приведет к уменьшению существенного целого ряда населенных пунктов, к сокращению числа рабочих мест, особенно это касается социальной сферы, особенно это касается больницы и так далее. То есть, ничего хорошего, то есть, ближайшие, то есть, может быть, не сразу, а в перспективе 3-5 лет мы столкнемся с колоссальными отрицательными последствиями. Я думаю, что спокойно Одесская область выживала и наоборот процветала с 33 административно-территориальными единицами. Здесь есть качество, вот это основной критерий. Он, к сожалению, не развит, не раскрыт ни в децентрализации, которую затеял Порошенко. Он сегодня не раскрывается в той продолженной реформе децентрализации, которую продолжают слуги народа. В то же время, такой скептицизм в Киеве не разделяют. Плюсами укропнения районов называют перспективу более действенного и эффективного управления страной. Территориальная власть, по мнению министра развития громад и территорий, приблизит страну к европейскому вектору. И пока местные жители готовят иски в суды, решение нардепов постепенно набирает обороты. Вы выступите, сейчас будет обговорение, ваше право выступить. С процедуры? Доброе. За 238, с процедуры.